Доброе утро! Эфир телеканала Катунь24 продолжает новости. С вами Анастасия Борисова. Перейдем сразу к выпуску. Стало известно, когда выпадет первый снег. Синоптики опубликовали прогноз. В Заринске и Камни-на-Аби первый снег выпадет в ночь на воскресенье, а в краевой столице в ночь на понедельник. В эту же ночь температура воздуха в Барнауле упадет до плюс одного градуса. Ожидается дождь с мокрым снегом, но о днем воскресенье будет плюс 13. Понедельник будет еще холоднее, плюс 8 градусов тепла и дождь. Такая же ситуация складывается и в большинстве других населенных пунктов Алтайского края, если судить по данным гидромедцентра. Пассажир Боинга с поврежденным позвоночником сейчас находится в хирургическом отделении горбольницы номер один. Это единственный госпитализированный пострадавший. Всего в горбольницу номер один после происшествия поступило шесть человек. У трех поверхностные травмы, у двух перелом лодыжек. Постоянное наблюдение врачей потребовалось только одной женщине. У нее ушиб почек и ушиб поясничного отдела позвоночника. Ну, находится под наблюдением. Состояние стабильное. Думаю, в течение недели он окажется дома. Нет, операции ему не для будет. Напомню, всего пострадало 49 человек. Основные повреждения это ссадины, острая реакция на стресс, повышение артериального давления, обострение хронических заболеваний. Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции министр здравоохранения Дмитрий Попов. Также он отметил, что у пассажиров во время эвакуации началась сильная паника, в результате которой они могли получить травмы. Сегодня мы еще имеем определенную, может быть, не совсем окончательную цифру в виде 49 человек, поскольку люди уехали домой. Сейчас могут обращаться за медицинской помощью. Там в стрессовой ситуации не обратили внимания, а сейчас заболел где-то бок, нога и так далее. Повысился уровень артериального давления, гипертонический криз. И все это мы фиксируем, как в том числе последствия этого происшествия. Вчера свидетелем был сам, когда потребовалась психологическая помощь с выездом на место человек, который уехал уже к себе домой. То есть эти последствия, они будут, ну, день-два, может быть. Можно ли алтайским производителям выйти на мировой рынок? Барнаульская компания «Малавит» доказала на собственном примере, что нет ничего невозможного. Подробности в рубрике «Мой бизнес – дельный совет», которую наш телеканал проводит совместно с управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Компания «Малавит» на рынке вот уже 26 лет. Выпускает косметические средства, средства гигиены, биоактивные добавки. Визитная карточка предприятия – известный антисептик «Малавит». В составе продукции уникальный одноименный элемент из натуральных растительных и минеральных компонентов горного Алтая. Товары марки «Малавит» пользуются спросом по всей России. Сейчас компания активно развивает экспортную деятельность за рубежом. Изначально компания поставляла продукцию на экспорт, но это были такие страны, как Казахстан, Украина. А сейчас мы благодаря центру экспорта начали развивать более дальние зарубежья. Это такие страны, как Китай. Вот сейчас мы сделали сертификацию торговой марки «Малавит» на рынок Китая. Центр экспорта нам активно помогает в плане сертификации продукции, в плане информационной поддержки. 10% оборота предприятия уходит за границу. Помогает центр поддержки экспорта. Компания поучаствовала в выставках в Китае, Турции и Армении. У «Малавита» появилась страница на крупном китайском сервере «Алибаба». Это интернет-площадка для продажи товаров по всему миру. Уже есть первые результаты. Контракты и поставки в Армению и Турцию. И это только начало сотрудничества с центром. Предприниматели нашего Алтайского края могут обратиться к нам за такими услугами, как перевод презентационных материалов, которые необходимы для того, чтобы направить потенциальным партнерам в другую страну и для того, чтобы как можно более качественно представить свой продукт и заинтересовать в нем организации других стран. Поддержка оказывается либо бесплатна, либо на условиях софинансирования. Причем финансирование со стороны федерального или регионального бюджета составляет большую часть от стоимости услуги. Компании края могут обратиться за поддержкой в Центр поддержки экспорта, который работает в составе регионального центра «Мой бизнес» по адресу Малотобольская, 19 или на сайт мойбизнес22.рф. И на этом наш выпуск новостей завершен. С вами была Анастасия Борисова. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова